Световой фестиваль «Просвет» состоится в эти выходные в Хабаровске. Лучшие арт-художники со всей России съехались для участия в этом фестивале. Буквально несколько часов назад телеканалу «Хабаровск» стало известно об участии и наших местных мастеров. Мариана Гейт узнала, как проходит установка цифровых инсталляций и что будет в программе фестиваля. В темном-темном помещении... Аэропорт, старый терминал. Темное-темное время суток. В субботу и воскресенье с 18 до 2 ночи и в воскресенье с 18 до 24. Светлые-светлые люди, дизайнеры, художники, инженеры по свету подарят светлые-светлые впечатления. Впервые в Хабаровске пройдет фестиваль световых инсталляций. Когда что-то подобное где-то было в России. В 19-м году в городе Перми там первый раз фестиваль собрал художников и стартанут он оттуда. Здесь представлены в Хабаровске несколько медиахудожников. Это Райдовый дизайн, Тундра, Антон Маскевич. И еще будет одна инсталляция, которая будет сочетать в себе группу художников. Работы будут показываться на одной инсталляции. Наши хабаровские художники-участники арт-проекта «Молекула» тоже представят свою медиаинсталляцию. Один из них мастер с мировым именем. Работы Владимира Томина выставлялись в Париже, Барселоне, Сеуле. Он сотрудничал с Яндексом, Хуавей, MTV Russia. Художника настойчиво переманивал Apple, но Владимир остался предан Хабаровску. Второй художник здесь представлена инсталляция команды «Тундра». Процесс идет наладки, установки оборудования. Из того, что нам удалось подсмотреть, команда «Тундра» готовит поле в перевернутой реальности. Эту конструкцию подвесят под потолком. У нас где-то порядка, наверное, трех фур оборудования. Конструктив, свет, звук. Где-то порядка 200 метров экранов светодиодных. 40 человек и художники, и инженеры уже неделю готовят площадку. Работы ведут и днем, и ночью. Особенно те, кто еще не перешел на хабаровское время. Давид, а вот чтобы зритель понимал, что его может ждать. Что-то подобное. Музей там в Японии есть. Что-то такое будет, да. Рассказывать смысла нет. Это надо видеть, это надо слышать. И все эмоции будут здесь. Организаторы фестиваля в субботу перед началом светового шоу с 12 дня проведут ряд лекций в научной библиотеке. Посетить его смогут все желающие, причастные и не очень к миру искусства. Одну лекцию буду читать я. Меня зовут Андрей Михайловский. Я продюсер и автор этого фестиваля. Вторую лекцию прочитает наш куратор Влад Александров. И третью лекцию прочитает креативный директор студии «Райдлый дизайн» Иван Нефеткин. На фестиваль «Просвет» все два вечера вход свободный. И можно приходить с детьми. В предвкушении Мариана Гейт, Степан Крокус, Смотри Хабаровск.